МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Зимой склоны Эльбруса кажутся безжизненными. Толстый слой льда и снега накрывает все вокруг. Чтобы выжить в этих краях, нужно обладать уникальной физической силой и незагибаемым духом. Все это и есть у карачаевской лошади. МОСКОВСКИЙ ИСПОКОН ВЕКОВ Табуны карачаевской породы соперничали в резвости со здешними промозглыми ветрами. Да, в таких условиях, пожалуй, выживет только сильнейший. Но карачаевские лошади – коллективные животные. Косяк, а это жеребец-вожак, в 10-15 кобыл, держится все время вместе. Так и теплее, и безопаснее. Своими мощными копытами эти лошади разрывают снег в поисках пожухлой и почти безжизненной травы. Чтобы хоть как-то насытиться, лошади придется буквально перелопатить сотни квадратных метров снежных слонов. МОСКОВСКИЙ И device МОСКОВА МОСКОВА КОНАЛИЗНИЯ МОСКОВА Весна, пора надежд, пробуждение Рождение природы и рождение жеребят Еще не везде сошел снег, еще не всегда температуры выше нуля, а тонконогие стригунки появляются на свет Заботливые мамаши накормят своих малышей питательным молоком, и те быстро наберутся сил и пойдут в рост Карачаевцы очень любят лошадей У них даже есть такая пословица Гонь – это крылья мужчины В долгих горных переходах всегда был нужен надежный и выносливый спутник Не проблемой было преодолеть путь на таком коне до 100 километров в день На выставке лошадей карачаевской породы собрались лучшие ее представители Компетентные жюри оценивает экстерьер участников от головы до копыт Также обращается внимание на характер животных Эта лошадь не должна быть пассивной Ведь неспроста лучшей характеристикой коня в здешних местах всегда была его горячесть Вот и карачаевская лошадь такая Горячая, сильная, работоспособная и неприхотливая Под стать народу, который ее вывернул Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Лето Начало большого перегона табунов на летнее пастбище Чем выше в горы, тем сочнее дрова и меньше назойливых мух На широких платах Эльбруса есть где развернуться Табуны, разбитые на косяки, негласно делят участки и кормятся здесь до самой осени Табуны, разбитые на косяки, негласно делят участки и кормятся здесь до самой осени Табуны, разбитые на косяки, негласно делят участки и кормятся здесь до самой осени Табуны, разбитые на косяки, негласно делят участки и кормятся здесь до самой осени Осень Самая горячая пора для коневодов Нужно отогнать лошадей на зимнее пастбище без потери молодняка Провести его бунетировку и таврение Своего рода знаком качества и подлинности породы Является тавро из букв К и твердый знак Табуны, разбитые на косяки, негласно делят участки и кормятся здесь до самой осени Коневоды-любители со всех уголков страны приезжают в Карачаево-Черкесию с целью приобрести хороших жеребчиков и кобылов Кто-то приобретает уже взрослых особей для дальнейшего разведения или улучшения своего поголовья МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где бы ни оказалась карачаевская лошадь на широкой равнине или горной круче Она никогда не подведет своего седока МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На здешних благодатных землях всегда выращивали превосходных скомунов И снова, как прежде, многочисленные табуны топотом своего ровного шага пробуждают все вокруг на радость людям и старцу Гельбрусу МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режиссер Магомед Кумыков Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...